Скучный двор. Почему жители дома номер 8 микрорайона МЖК, имея собственную детскую площадку, ходят гулять в соседний двор? Наталья Голикова разбиралась в проблеме. Время рубрики «Срок ответа сегодня». Детей на этой детской площадке не видно. Да и где им, собственно, играть? Сломанные качели и одна песочница. Зато в соседнем дворе радуется глаз. Яркие современные конструкции и даже фонтан. Дворик со старыми неприметными качелями находится в достаточно новом микрорайоне МЖК. Игровая площадка скучная и маленькая. Плюс ко всему соседствует с пустырем. И не каждая мама отважится выпустить погулять сюда своего ребенка. Площадка должна быть яркая, удобная для детей. А это старая савдоповская площадка. При условии того, что весь степной застроен уже хорошим, ярким, пластмассовым, здесь полностью металлический, все облезлые. Ну, вообще-то, конечно, вот это вот не очень нам нравится. Нам нравится то, что вот нам построили там. Вот. А это, ну, может быть, ее как-то ликвидирует потом. Особенно удивил нас вот этот снаряд. Мы так и не поняли, для чего он на детской площадке. И как ребятня должна с ним играть или заниматься. Вообще все на этой, если это можно назвать детской площадке, малопригодны для детских игр. Почему? Жители не знают ответа на этот вопрос. Детей здесь довольно много. Конечно, для них есть всегда альтернатива гулять на яркой, современной площадке по соседству. У меня двое детей, и с двумя здесь гуляем. Очень всем нравится. И все же под окнами жителей этого дома эти неприглядные сооружения и заросший пустырь. Во время съемок к нам подошел главный инженер ТСЖ «Парковая». Оперативность Зои Гусевой нас поразила. А главный инженер удивил жалобам жителей. Хотя признал, что эта площадка не то чтобы непригодна для игр, она опасна для маленьких жителей района. ТСЖ «Парковая» обслуживает весь жилой фонд. И эта площадка дворовая, это центр, дом номер 8, находится как раз-таки рядом с этой площадкой. Эта площадка в том числе предназначена для жителей 8-го дома. Потому что как таковой площадки, площади, на которой можно сделать отдельную детскую площадку, у них нет. Кроме того, с нами связались помощница депутата законодательного собрания Владимира Киданова. Он курирует этот микрорайон. Рассказал, что демонтаж опасных конструкций в планах был. Но раз жители это так беспокоят, то его проведут раньше. Запланировано. Работу начнут в начале следующей недели.